Мир вам, дорогие братья и сестры! Очень замечательная атмосфера Божьего присутствия. И я верю, что наши сердца сегодня открыты для Него. Аминь! И я хочу выразить благодарность пастору Сергею и этой церкви за возможность быть сегодня с вами, быть на этом месте, быть там, где Господь. Библия говорит, что туда, где двое или трое собраны, во имя Его приходит Он. Аминь! Если ты хочешь встретиться с министром, ты идешь в министерство. Если ты хочешь встретиться с бизнесменом, ты идешь к нему в офис. Если ты хочешь встретиться с Богом, ты идешь к Нему в Его дом. Аминь! И здесь так много сейчас Его славы. Потрясающее прославление, поклонение, и просто небеса открыты над этим местом. Как важно, чтобы сегодня мы были готовы к слышанию. Правда, церковь? Чтобы каждое слово, которое Бог проговорит, неважно через кого, абсолютно без разницы, Бог иногда даже через ослицу может говорить и вразумлять Божьих людей. Аминь! Поэтому я один из меньших среди вас, но я хотел бы быть сегодня просто инструментом в руках Бога. И сказать то, что есть в моем сердце, потому что это послание, которое я знаю, оно так важно и актуально для церкви последних времен. Бог вложил в мое сердце очень важное направление, если брать глобально, может быть, в масштабах христианского сегодняшнего современного мира. Я представляю одну тему. Я рад тому, что именно эта тема всегда есть в моем сердце. Я говорю о последнем времени. Бог дал в мое сердце это жгучее желание, как можно постараться, как это только возможно, чтобы сказать братьям и сестрам, детям Божьим о том, что мы живем сегодня в последние времена последних времен. А для этого нужно быть определенно соответствовать тем стандартам и принципам, которые Господь хочет видеть в жизни каждого из нас. Потому что он грядет. Его шаги все слышней и слышней. Он при дверях. И один вопрос остается на повестке дня. Готова ли церковь встретиться с своим возлюбленным, желаемым, ожидаемым женихом? Положа руку на сердце, я 18 лет являюсь пастором церкви. Я работаю с такими же людьми, как и вы на Украине. И я понимаю, что если сегодня придет Господь, именно сегодня, то многие люди просто не готовы к встрече с Ним. И нам нельзя, Господь, просто Господь вкладывает так легкомысленно относиться к тому, что нас ожидает в будущем. Потому что именно тот момент, состояние нашего сердца, в который Господь застанет нас, в тот момент, когда мы встретимся или с Ним, или Он придет к нам, у каждого из нас будет по-разному. Тот момент определит степень награды за всю нашу земную жизнь. И я сегодня хотел бы также коснуться одной очень небольшой грани того, насколько мы готовы к встрече с нашим женихом, с Иисусом, ради которого мы живем и служим на этой земле. Если есть у вас Библия, пожалуйста, давайте откроем вместе со мной книгу пророка Агея. Еще Светхого Завета пророки Божьи, они говорили тому поколению и пророчески всем поколениям о том, чтобы будут происходить определенные вещи, которые нам, христианам, надо понимать и как бы ориентироваться в пространстве. Ориентироваться в каком времени, в каком сезоне мы находимся. И вот пророк Агей во второй главе сказал такие потрясающие пророческие слова о будущем времени, то есть я уверен, что это как раз то время, в котором мы с вами живем. И здесь написано, ибо так говорит Господь, 6 стих 2 главы пророка Агея, так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнится дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Давайте выделим несколько важных мыслей из прочитанного отрывка Священного Писания. О чем говорит Слово Божье? Он говорит, что перед Его вторым пришествием на эту землю произойдут глобальные потрясения. Потрясения, которые, знаете, разрушат все те, может быть, религиозные курятники или человеческие философские убеждения. Бог потрясет для того, чтобы все, что созиждится не на Боге, не на Его Слове, не на Царстве Света, рухнуло к ногам Спасителя. Бог грядет на эту землю, и мы видим, как происходит потрясение. Друзья мои, достаточно включить один раз новостной канал любого российского или украинского или американского информационного агентства, и ты видишь, что то, о чем говорит Слово Божье, реально происходит и сбывается. Люди напуганы, они в ожидании грядущих бедствий на Вселенную. Люди в такой депрессии, что, я не знаю, как у вас, но у нас практически боятся выйти за порог своего дома. Такая хроническая депрессия, страх, уныние, ожидание, что еще будет хуже и еще будет сложнее жить. Но если смотреть правде в глаза, это так и будет. Чем ближе мы к концу, тем будет труднее. Кто-то скажет на это аминь. Иисус однажды сказал, он говорит, этот мир ожидает то же самое, что ожидает беременную женщину перед родами. Когда первые недели или месяцы, женщина даже практически все, кто вокруг нее, не видят, что внутри она вынашивает ребенка. Но по мере приближения родов, по мере приближения этого очень, скажем так, болезненного процесса, женщине становится все хуже, хуже. Она еле передвигается, сестры знают это состояние. И, вы знаете, вот то же самое происходит с этим миром. Он на грани нового, как бы, состояния или нового качественного состояния. Библия говорит, что земля и все дела на ней сгорят. А мы ожидаем новой земли и нового неба, на которых ожидает правда. Аминь, церковь. И как хочется, чтобы каждый из нас пришел к этому самому важному моменту нашей жизни. Потому что мы спасены, мы искуплены, мы избавлены, мы здесь для специального задания от Господа спасти как можно больше людей, забрать их в небеса и однажды быть с ним в вечности. Настоящая цель христианства это прийти в небесный город Иерусалим. Аминь. Это наша остановка, это наша конечная цель. Здесь на земле мы транзитом. Временные пассажиры. Нас ожидает небо. Если ты рад этому, скажи громко. Аминь. Но посмотрите, что-то очень важное говорит пророк. Он говорит, седьмой стих, я потрясу все народы. Вы слышите? Все народы. Не написано, что я потрясу только какую-то часть народов. Нет. Если Слово Божие говорит все, значит все. Просто разные роды потрясения будут происходить. Может быть не похожи друг на друга. Может быть не такие, как в одном и в другом. Но потрясения коснутся всех. Конечно, когда, может быть, вы живете в такой стабильной стране, где все уже давным-давно устаканилось, все замечательно. Тяжело понять с вашей колокольни потрясение в Америке. Ну, наверное, наверное, что так пророк путает. Это там, вот в европейских странах, Украина, там Россия, Белоруссия, да, там экономика слабая, там какие-то непонятные несостыковки в отношениях одной нации с другой, да, там, ну, может быть, Ближний Восток, Ирак, Иран и другие страны, Сирия, да, там понятно, да, там мусульманский мир, там стоит ожидать потрясения. Знаете, я точно так же думал, когда еще, может быть, полгода назад смотрел новости, и я думал, да, ну, мусульмане, да, вот, понятно, у них там восточный менталитет, они не позволят господствовать над собой, поэтому там будут постоянные конфликты, война, ненависть и так далее и тому подобное. Но когда сегодня в моих городах, в моей стране проливается ни в чем не повинная кровь людей, когда брат восстал на брата, когда отец восстал на сына, когда сын восстал на отца, непонятно почему, абсолютно нет причины. Мы все славянские народы, мы все люди, которые жили под гнетом атеистического общества, и я никогда не мог поверить, что это может происходить. Но это факт, это то, что сегодня пришло в мою страну, в мою землю. И когда я смотрю через контекст священного писания, я вспоминаю слова Спасителя. Иисус говорил об этом, потому что даже в то время учеников Господа очень интересовало, что же будет в кончине века, что будет при конце, что будет тогда, когда ты будешь уже возвращаться за нами опять на эту землю. Давайте, чтобы не быть голословным, откроем 24 главу Евангелия от Матфея. Это потрясающая глава, которая нам помогает сориентироваться в том как бы месте, в котором мы сегодня находимся, скажем так, глобально и локально. И эту главу мы должны читать очень часто, потому что она о последних временах. Чтобы не терять много времени, сразу начнем с 6 стиха. Здесь написано, 24 глава Евангелия от Матфея. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите же, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. Друг друга предавать будут. Возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но претерпевший до конца спасется. И вот часто люди читают это место и останавливаются. Но в этом контексте мысли Иисуса есть еще что-то очень важное, о чем говорит 14 стих. Именно тогда проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной. Во свидетельство всем народам. И только тогда придет конец. Давайте поразмыслим, друзья, над словами нашего Учителя. О чем говорил Иисус? Он говорил о вещах, которые мы не можем предотвратить. Войны, военные слухи, землетрясения, эпидемии. Этот новый вирус Эбола. Он сегодня даже президента Америки ввел в отчаяние страх. Он говорил, я слышал в новостях. Это самая ужасная за всю историю человечества угроза вымирания. Если такие великие люди в отчаянии, в недоумении, как же жить, друзья, по-настоящему это очень серьезно. Это очень серьезно. Если еще раньше люди находили определенные медикаменты противостоять вирусам. Мы знаем, они победили туберкулез, когда раньше вымирали люди. Они изобрели пенициллин и тем самым предотвратили многие болезни. Но все больше и больше становятся вещей, пред которыми человеческий разум и мудрость просто не стоят ломаного гроша. Вы со мной, друзья. Но что очень важно Иисус говорит? Он говорит, чтобы мы не ужасались. Потому что страх это антивера, братья и сестры. Страх может парализовать и полностью, знаете, как бы человека законсервировать в каких-то противостояниях. Вспомните даже пример удав и кролик. Когда удав смотрит на кролика, у кролика память отшибает, что он бегает в 10 раз быстрее. Страх это ужасное состояние, когда человек боится. Когда он уже, знаете, как бы готов бежать на кладбище, занимать лучшие места. Когда он уже полностью, знаете, сдался, опустил руки, еще без битвы выбросил белый флаг капитуляции. Друзья, Иисус говорит, пожалуйста, когда вы увидите эти вещи, не ужасайтесь. Не бойтесь, потому что всему надлежало быть. Это не от нас зависит. Есть вещи, которые от нас, как от людей, не зависят. Они будут проходить, и мы ничего не сможем предотвратить. Кто-то скажет на это аминь. Но есть вещи, о которых Иисус говорит, что от нас именно зависит. От нас зависит. И вот о чем говорит Господь. Смотрите, вас будут предавать на мучения. Мы видим страшное состояние гонений в мусульманских странах, когда наших братьев уничтожают, когда наших братьев ненавидят, убивают. Когда множество мучеников в 21 веке сегодня отдает свои жизни за веру в Иисуса. Иран, Ирак и так далее и тому подобное. Это то, что сегодня происходит в Пакистане, в Индии, во многих странах мира. Я скажу вам даже, не только там. Сегодня на Украине такая ситуация, когда у наших братьев и сестер отбирают молитвенные дома, которые они строили последние 20 лет жизни, вкладывая свои деньги, финансы. Просто приходят люди с автоматами, в камуфляже и говорят, мы закрываем вашу церковь. Пожалуйста, никогда больше сюда не показывайтесь. Мы будем стрелять. И когда ты смотришь, читаешь эти вещи в Фейсбуке, на Ютубе, смотришь эти сегодняшние трудности даже в славянских странах, даже в цивилизованных, гуманных, демократических строях, эти вещи происходят, и понимаешь, что это действительно то, к чему мы должны быть готовы, дорогие братья и сестры. Вы знаете, когда происходит потрясение, на самом деле вдруг вскрывается все то, что где-то там складировалось, где-то там пряталось. Я помню, когда мы в 90-х, знаете, я уверовал в 92-м году, и я попал как бы в первую волну этого пробуждения. Я пришел из мира разбитый, разрушенный. Произошла страшная трагедия с моим сыном, и у меня вся почва выбилась из-под ног. И вы знаете, мне не на что было опереться, потому что когда твой ребенок в реанимации лежит 10 дней, и врачи говорят, что ты бессилен чем-то ему помочь, даже самые дорогие лекарства, даже самые лучшие профессоры не могут сделать то, что может сделать Бог. И нас готовили к этим событиям, мы уже настроились, мы приходили и говорили, наверное, это последний визит. Я помню в то время, когда у тебя нет никакой надежды на людей, на деньги, на врачей, на человека, ты начинаешь искать Бога. Ты начинаешь взывать к Богу, Господь, если ты слышишь меня, приди ко мне на помощь. И Бог пришел к нам на помощь. Он спас нас. Через это потрясение, через эту трагедию Иисус пришел в мое сердце, в мою жизнь. Я благодарен Богу, потому что на самом деле, видимо, мое сердце было настолько каменным и жестоким, что иначе я бы никогда бы не отдал свое сердце в руки Христа. Но даже через эти вещи, смотря уже через годы, я благодарен Богу все равно за то, что он достучался в мое сердце. Сатана пришел украсть, убить и погубить. Это почерк дьявола. Но Бог пришел дать жизнь. И мы сегодня живы, мы сегодня радостны, мы сегодня уже действительно счастливая семья, которую Бог созидает. Это величайшее свидетельство для погибающего мира. Но я говорю сегодня о том, что когда люди, знаете, не могут ни на что опереться, они открывают свое сердце ко Христу. Я помню, мы начали в 95-м году церковь, и мне достаточно было просто сказать группе порядка или кому-то из служителей. Давайте развесим вот объявления, маленькие объявления там от четвертого формата. Написали, такого-то числа состоится богослужение, приглашаем всех желающих. Раз вокруг кинотеатра обклеили за полчаса, в воскресенье ажиотаж, аж шлах. Сотни людей по призыву, кто хочет покаяться. Сто человек выходило к алтарю. Я помню, я думаю, боже мой, я не могу понять, в чем вообще смысл такого успешного служения. Сезон был такой, друзья мои. Но с годами прошел этот сезон, и сегодня люди были переориентированы на материальные вещи. В начало двухтысячных, когда людям культивировалось царство Мамонны, и многие подцепили, даже христиане, подцепили этот вирус. Зачем идти на служение? Лучше бы я устроюсь еще на одну работу. Лучше бы я по бизнесу позанимаюсь. И вы знаете, я заметил, как люди изменились. Изменился сезон, изменились люди. Изменились сердца. И Писание говорит, что последние времена будут тяжкие, потому что люди, почему тяжкое время? Люди будут сребролюбивы, Бога ненавистны, предательны, наглые, там целый список, характеристика психологического портрета человека последнего времени. Именно люди делают трудными времена. И вы знаете, когда сегодня на дворе 2014 год и произошли эти потрясения, когда сегодня у нас на наших городах взрываются снаряды, и над моим домом пролетают с четырех утра около десяти истребителей. Представляете? Ты спишь с ребенком, спишь с женой, и вдруг рокот реактивного двигателя МиГ-29 над твоей крышей. Полетели бомбить. И ты думаешь, Господи, в каком страшное время я живу? Когда мирное небо, когда ничего не происходит, и кажется, так и будет всегда, Ты живешь, как кот в масле Но когда потрясение Вы знаете, страшно Когда проливается кровь Когда люди умирают Политики никак не поделят между собой Сферу влияния, а страдают простые люди Страдают простые люди Но, вы знаете, в это тяжелое время Я заметил, что это самое Эффективное время Для проповеди Евангелия Самое эффективное время Для нас, дорогие братья и сестры Вот почему Иисус посылал К тем, кто погибшие Овцы дома Израилева Помните, Он собрал и говорит Идите наипадше к погибшим Погибающим К тем, кто потрясен Тем, кто сегодня в отчаянии Тем, кто сегодня в слезах К тем, кто сегодня не знает, как жить К ним идите Они очень быстро откроют свое сердце Для спасения Аминь И вот самое главное, что я подвожу эту мысль Что будут соблазняться многие Десятый стих Да, мы увидим определенное отступничество Охлаждение среди даже верующих Падение Всевозможные вещи будут происходить Внутри тела Христова Мы не можем на это повлиять Сему надлежало быть Возненавидят друг друга Вместо братского совета Будет дратский совет Люди будут выяснять отношения внутри Ненавидеть, позорить Разные мотивы будут Почему они будут унижать своих братьев Я люблю говорить Все люди братья Но не все братья, а люди И это истина От которой мы никуда не денемся Аминь Как один молится Говорит Господь, молю Тебя Чтобы все люди стали христианами И все христиане стали людьми Это две молитвы к Всевышнему Господь слышит наши молитвы Но, к сожалению, это будет происходить Мы от этого никуда не денемся Аминь Но не об этом сегодня мое послание И я хотел бы, чтобы мы посмотрели на 12 стих Именно это зависит персонально от каждого из нас По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь Часто я читал это место И мне такая, знаете, грусть приходила в сердце Такое уныние Думаю, Господи, во многих охладеет любовь Так не хочется Так не хочется, чтобы люди охлаждевали в любви к Тебе Но Господь однажды показал мне совершенно с другого ракурса Это местописание Он сказал, Юрий, смотри, во многих Я говорю, да, Господи, во многих Но не во всех же И вдруг мне пришла радость Думаю, Господи, это же замечательно, что не во всех Будут люди на этой земле Которые не охладеют любви к Тебе и друг ко другу И вдруг так радостно стало Что все Не все охладеют А будет часть людей Может быть, небольшой процент, друзья Может быть, незначительный Но именно они останутся Верные Богу и верные Божьим заповедям Помните, Христос сказал Две наивысшие заповеди, которые должен соблюдать каждый из нас Возлюби Бога своего Всем сердцем Всей душою Всем разумением И возлюби ближнего Как самого себя На этих двух созижнется весь закон И пророки И вдруг пришла радость Думаю, Господи, пусть я буду в числе немногих Но у тех, которых не охладеет любовь И самое главное Я не хочу, чтобы эта любовь охладела во мне Я не хочу, чтобы я превратился в этот памятник свободы От курения или от алкоголя Знаете, многие христиане Они довольствуются именно этим статусом Да, Бог сделал моей жизни то-то, то-то Все, теперь я успокоился Получил свободу И мне все равно, что происходит вокруг меня После меня хоть потоп Друзья, это неправильная философия современного христианства Аминь Это неправильные мысли Если ты спасен Ты спасен для определенной цели от Бога Если Бог освободил тебя Значит, Он хочет послать тебя к таким же людям В такие же трудные обстоятельства Потому что, к сожалению, сытый, голодного никогда не поймет До тех пор, пока сам не будет голодным И если ты прошел долиной смертной тени И Бог помог тебе Пойди к таким же людям Подними их Скажи им, кто тебя утешил Кто тебя вдохновил Кто тебя вернул к жизни Потому что этот мир ждет тебя Этот мир сегодня в этом городе ждет тебя Нет ничего-то нового под солнцем Такой же дьявол Такой же грех Такое же падение И такой же выход Иисус есть ответ Аминь И нет имени данного под небом человеком Которым надлежало бы спастись Кроме имени Иисуса Христа Он все царствует И всякий, приходящий к Нему Получит прощение грехов И вечную жизнь Аминь Ничего не изменилось Даже в это сложное время Господь хочет Чтобы мы, как церковь Это практически применяли В своем служении Аминь Для этого существуют Домашние группы Где с ними можно пообщаться И открыть им настоящего Бога И они откроют свои сердца Для этого существуют Евангелизационные проекты Разная-разная Социальная работа И самое главное Это мотивация Смотрите О котором говорил Господь Не просто претерпеть Тебе и мне до конца Чтобы спастись Да Это важно Но есть вторая часть Есть второе Очень важное Состояние нашего сердца Для последнего времени 14 стих Смотрите Когда отступят Предадут Разочаруются Соблазняться Возненавидят То есть они как бы будут отсеиваться Эти люди Один за одним Одна за одной Уйдут Вся эта шелуха Опадет Все эти шлаки Уйдут То останется Что-то очень ценное И важное В глазах Бога Эти Претерпевшие Пройдящие Все эти испытания До конца Люди И вот именно им Скажите Именно им Господь доверит Смотрите Что Что Евангелие Будет проповедано По всей вселенной Во свидетельство Всем народам Именно Именно эти люди Которые Останутся После испытаний Трудностей Останутся Верны Богу Верны Церкви Верны Своему призванию И служению Именно им Господь Верит Спасение Погибающего мира Друзья И когда я увидел Эту вещь Я думаю Боже Ведь на самом деле Пока не потрясет Не поймешь Кто возле тебя Правда Пока не придет Проблема Ты не знаешь Кто рядом с тобой Но только лишь В потрясении Только лишь В каких-то Стесненных Экстремальных Обстоятельствах Ты понимаешь Кто рядом с тобой Вы знаете Бог то же самое Его не очень устраивает Просто наши Красивые песни И наша теория Наши Мы все Полгода в церкви Мы уже Подхватили этот Сленг Христианский Эти места Писания Популярные И можем Знаете Как духовные Жонглеры Жонглировать Местами Писания Как бы Стараясь Под себя Подмять Библию Но не надо Под себя Библию Подменять Надо себя Подмять Под Слово Божье Аминь Потому что Слово Божье Это живо И действенно И Состояние Нашего сердца Это когда Ты говоришь Господь Да будет Воля Твоя Да будет Воля Твоя К сожалению Мы видим Что в это Последнее время Не всякий Говорящий Господи Господи Входит Царство Небесное Говорить Можно Но лучше всего Впечатляет Бога Не наши слова А наши поступки Аминь Вера без дел Мертва Замечательная Подсказка Царство Света И вот Что делать В последнее время Друзья Знаете Когда я увидел Это состояние Я понял Я не могу Предотвратить Войны Я не могу Предотвратить Болезни Землетрясения Я не могу Что-то сделать Все что я могу Это оставаться С горящим Сердцем К Богу И Закатывать Рукава Для большой Жатвы Не слышу церкви Вы не спите Спите Или Аминь Не спите Аминь Не спим Слава Богу Если сосед Спит Чуть-чуть Локтем Разбуди Не спи Замерзнешь Друзья Смотрите Два важных Как бы Направления Нашей жизни В последнем Времени Гореть Для Бога Кто-то скажет На это громко Аминь И второе Спасать Взятых На смерть Потому что Именно во времена Потрясения Сердце Человека Очень открыто Для Христа Смотрите Очень важно Пока гром Не прогремит Мужик Не будет Креститься Говорит Народная Поговорка Пока грома Нету Тишь Да гладь Да Божья Благодать Люди Не поворачивают Свои сердца Ко Христу Как это должно Происходить Но в это Последнее время Друзья Я просто понял Что это шанс Для нас Смотрите Исайя 60 Глава Давайте вместе Откроем Это место Писания И здесь Потрясающее Пророчество Еще из Ветхого Завета Как я говорил Что некоторые Пророки Говорили 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 И в свое время В своем поколении И сегодня Для нас Говорили что-то И церковь Строят народы Сегодня Сегодня Европа Многие страны Европейского Континента Во мраке Гомосексуализма Во мраке Страшных Пороков Человеческого Человечества Да Мрак Когда ты Смотришь Вчера Мы смотрели Новости Здесь И Один канал Они Такой репортаж Из Германии Знаете Они хотят Уже На законном Юридическом Основании Узаконить Инцест Это сексуальные Отношения Внутри семьи Когда ты Смотришь Думаешь Боже мой Ну С жира Бесятся люди Знаете Такое С жира Бесятся Им все Мало Грех Он не удовлетворяет И люди Ищут Более И более Какие-то Греховные Наслаждения Потому что И они Не могут Быть удовлетворены Уже Педофилия Гомосексуализм Это Уже Как бы Вчерашний день Впереди Зоофилия И разные Разные Эти страшные Пороки Люди Обезумели Правда Вы понимаете Это принцип Как Принцип Снежного Кома Я всегда Говорю Приводя Такой пример Когда Если вы Зимой Лепили Снежную бабу Или какой-то Собирали Снег Сначала Маленькая Снежка Маленькая Снежка Помещается В двух Руках Но по мере Того Как ты Катаешь Этот снег По снежку По снегу Она облипает И обрастает Все большим И большим Количеством снега И однажды В итоге Такая уже Огромная Снежная Куча Что ты не можешь Сдвинуть ее С места Этот грех Он никогда Не дает человеку Удовольствия И удовлетворения Все мало Надо повышать Дозу в наркотике Надо повышать Дозу в алкоголе Потому что Грех Ненасытим И вы знаете Когда тьма Покроет землю А мы видим Как это уже происходит По всем практически Странам и континентам Когда тьма Мрак Покроет народы Над тобою Должен Воссиять Господь Аминь Слава его Должна явлена Быть над тобою Говорит Пророк Израилю А сегодня Это мы Придут Народы К твоему свету Смотрите Бог говорит Что именно К свету Приходят народы Ходящие И живущие Во тьме Когда я был ребенком Я помню Мы с родителями Выезжали в лес Знаете Еще в советское время Не было Таких условий Я помню У моего отца Был москвич 412 И когда мы выезжали Мы ставили палатку Ставили столик Такая газовая пивка Мама что-то там Готовила Ужин И когда уже приходили сумерки Мой отец брал Два провода От лампочки К аккумулятору Подсоединял Плюс-минус И вдруг Загорался свет Над нашим столиком Где мы ужинали Вы знаете В тот момент Когда в темноте Загорался свет Я слышал Мне так страшно Становило Я говорю Выключите свет Почему Потому что Со всех сторон Кто-то летел Кто-то полз Кто-то Ходил Знаете И медведи И наверное Я не знаю Не видел Мне казалось Такому шороху И зайцы И лисы И комары И какие-то Ящерицы Все Идут Ко свету Аминь Посмотрите Здесь написано Даже цари Придут К свету Восходящему Над тобой Я верю В пробуждение Не только Алкоголиков И наркоманов Я верю В пробуждение Царей Вельмож Правителей Банкиров Бизнесменов Которые Разочаровываются В своем Бизнесе И понимают Ну и что Что есть деньги Пустота Внутри Аминь Пустота Пустышка Казалось Заработаю Миллиарды И стану Счастливым Но не тут То было Эту пустоту Может заполнить Только Христос Кто-то скажет На это громко Аминь Без Бога Невозможно Быть счастливым Человеком И вы знаете Чем темнее Чем страшнее Чем ужаснее Тем люди Больше Открыты Для Него И это Наше время Друзья Это время Когда мы Можем Делать Какие-то Потрясающие Вещи Я хочу Привести Один пример Из книги Исфирь Давайте откроем Четвертую главу Книгу Исфирь И Господь Просто показал Мне это место Писания Вы знаете Мне так стало Понятно Помните Историю С этой Девочкой Которая была Сиротой Это страшное Потрясение Когда умер Папа и мама И вот Эта девчушка Молодая Ее взял Ее родственник Удочерил По имени Мордахей И Она Переживала Потрясение Страшные события Потерять родителей Остаться одной Слава Богу За Мордахея Который Взял ее В семью Растил Воспитывал И вдруг Пришел Один Интересный Момент Вдруг В стране Объявили Конкурс Красоты Конкурс На замещение Вакантной Должности Царица Нужна была Нужна была Нужна была Первая Леди Мы знаем Почему там Произошло Царь ее Убрал Старую жену И вдруг Такая Возможность И вдруг Есфир Подает Свою Апликейшн Подает На участие В этом Конкурсе И Бог Делает Чудо Без Всего Всего Человеческого Протеже Без всего Что Может быть В глазах Этого мира Было Ценно Эта девочка Становится Новой Царицей Новой Царицей Знаете Когда она Жила В лачуге Своего Родственника Я думаю Что она Мечтала О том Чтобы Пришел Переломный Момент В ее Жизнь Когда мы Все приходим К Богу Разбитые Разрушенные Где-то В глубине Нашего Сердца Появляется Желание Господь Пожалуйста Помоги Мне Исцели Мою Семью Восстанови Мой Бизнес Восстанови Мое Служение Многие Многие Наши Просьбы К Богу И когда Вы знаете Происходит Чудо Бог реально Отвечает Самое Главное В этот Момент Чтобы Твое И мое Сердце Не окаменело И не ожесточилось Аминь Это Очень важно Больше всего Хранимого Храни Сердце Свое Потому что Из него Источники Жизни Когда ты гол Как сокол Ни родина Ни флага Ничего Мы Так жаждем Бога Мы Это значит Большинство Конечно Людей В Царстве Божьем Приходят Из-за Нехорошей Ну Как бы Неудавшейся Жизни Правда Я пришел Из-за Серьезных Потрясений И вот в этот Момент Ты готов на все Как один Наркоман Молится И говорит Господи Ради тебя Я все Оставил Ты серьезно? А что у тебя было Что ты оставил? Ты все проколол В твоих венах Два Мерседеса Ездят По цене Наркотиков Понимаете? Я все Для тебя Оставил Успокойся Это Бог Тебя поднял С обочины Оставил ты Все И знаете Конечно Это шутка Но в каждой шутке Есть доля правды И знаете Когда мы приходим Разбитые Разрушенные Мы готовы на все Господь ради тебя Пойду Сделаю все Но вдруг Только начинает Человек обрастать Благословениями Жена Дети Бизнес Все нормально И вдруг Непонятным причинам Сердце Становится Не таким Ревностным Не таким Огненным Не таким Жаждущим Конечно Это не про вас Это про наших Украинских Братьев и сестер Вы Замечательны У вас таких проблем Нету Но у нас К сожалению Есть И знаете Когда я смотрю На эти все вещи Думаю Боже мой Ведь на самом деле Может быть Лучше бы Это чего-то И не получить От Бога Но гореть Для него до конца Правда? Бог никогда Тебе не даст То Что тебе Повредит Вы знаете Чем Чем больше Ты просишь у Бога Просто задумайся А не остынет ли От этого Благословения В твоей жизни Твое сердце Потому что Это самое важное Что должно быть В последнее время Первая любовь К Богу Первая любовь Он номер один Он не очередной Бог в моей жизни Я не поклоняюсь Иным Богам Я поклоняюсь Только Ему Без Него Мне не надо Ничего Это состояние Горящего сердца Для Христа Такими мы начали И такими А может быть И больше Мы должны Закончить Наш земной путь Кто-то скажет На это Это очень важно Друзья И посмотрите Когда Исфирь Будущая царица Была вот В таких стесненных Обстоятельствах Конечно Я думаю Она и молилась И постилась И жаждала Бога Но вот Настал Определенный сезон Израильский народ Был Как бы С всех сторон Окружен Ненавистью Мы знаем Этот страшный Замысл Амана Человек Который Решил Из-за личных Амбиций И неприятия К Мардахею Уничтожить Всех евреев Уничтожить Всех евреев И получилось То, что Над всеми Евреями Нависла угроза Страшные события Уже был назначен Час Когда Карательные Отряды Должны были Выйти И уничтожить Всех евреев И Страшная Перспектива На Главной площади Города Висела Виселица Которая была Предназначена Для Мардахея Вождя На тот момент Израильского Плененного Народа И вот Мардахей Пробирается К царским Палатам Вызывает Свою Родственницу И говорит Ей потрясающие Слова 12 стих 4 главы И пересказали Мардахею Слова Есфири И сказал Мардахей В ответ Есфири Не думай Что ты Одна Спасешься В доме Царском Из всех Иудеев Если ты Промолчишь В это время То свобода И избавление Придет для Иудеев Из другого Места А ты И дом Отца Твоего Погибнете И кто Знает Не для Того Ли Времени Ты Достигла Царского Достоинства Здесь Есть важно Несколько Мыслей Не думай Что Сатана Как бы Знаете Уже Перестал За нами Наблюдать И следить Ты покаялся Ты вышел К алтарю Ты открыл Своё сердце Для Христа Но это Всего лишь Половина Это Еще не Конец Это Всего лишь Начало Твоего Хождения С Богом Потому что Ты не должен Расслабиться Даже если Ты 20 Или 30 Лет Церкви Это Ни о чем Не говорит Венчает Не начало Венчает Конец В каком состоянии Ты закончишь Я закончу И ты Свой земной Путь Определит Степень Твоей Моей Награды Кто-то Скажет На это Аминь Не думай Что важно Только Красиво Стартануть Начавши Духом И вдруг Закончить Плотью Это Так обидно Вот почему Нам нельзя Расслабляться И апостол Павел В послании К Тимофею Однажды Говорит Веру Сохранил Дьявол Пытался Украсть ее Множество раз Разочаровать Меня в Боге И в людях Течение Предназначение В теле Христовом Совершил И только Теперь Мне Готовится Венец Нетленной славе Впрочем Не только мне Но и всем Любящим меня Вы понимаете Когда Можно уже Выдохнуть Когда ты уже Будешь Одной ногой В вечности И все О тебе будут Говорить Достоин Принять Господи Этот человек Славу И награду Но пока Ты идешь Пока ты Еще в пути Пока ты Проходишь Сезоны Не переставай Молиться И бодрствовать Аминь Молитесь И бодрствуйте Чтобы не впасть Во всякое Искушение Говорит Священное Писание Это слова Учителя И вы знаете Вот это состояние Исфирь Она бодрство Молилась Очутилась В царском дворце На голове Царская корона У нее уже Все классно Жизнь состоялась Я царица У меня все Замечательно Проблем с едой Нету Безопасность Царские палаты Круто И приходит Мардахей И говорит А как насчет Всех остальных Твоих Близких По крови людей Им угрожает Опасность И Исфирь Знаете Думает Рисковать Не рисковать Делать что-то Для иудеев Не делать И Мардахей Говорит Если ты думаешь Что ты одна Спасешься Ты ошибаешься Ты просто будешь Следующий Ты и дом Твой отца Погибнет Все равно Кто-то Но дьявол Найдет Кто расскажет О твоей Национальности И тебя ждет Такая же участь Но сейчас Твое время Пойди к царю Сделай что-то Для божьего народа Для своих Сделай что-то Потому что Не для этого Ли времени Ты стала царицей Бог смотрел В контексте Всей твоей жизни Когда ты потеряла Родители Когда тебя удочерили Когда тебя приняли На конкурс красоты Ты выиграла Бог видел Конец Еще только Начинающегося Не для этого Времени Ты стала царицей Это твой Звездный час Спасай Взятых на смерть Неужели Откажешься Взятых на убиение Знаете Когда я сегодня Смотрю на себя На свою жизнь Думаю Господи Ведь на самом деле Почему ты меня Нашел Из миллионов людей В этом мире Не для того Чтобы мне Одному Было хорошо Я достиг Какого-то Какого Определенного Статуса Или уровня Только для того Вы слышите Только для того Чтобы через меня Сегодня спасать Других людей Которые живут Во грехах Вокруг меня Это можно сказать Конкретно О каждом из нас Не для этого Ли времени Ты попал в Америку Не для этого Ли времени Ты стал бизнесменом Не для этого Ли времени У тебя сегодня Семья Дети И все Замечательно В жизни Может быть Это не просто Лотерейный билет Который Счастливчик Ты джекпот Сорвал Может быть Бог Хотел через тебя Что-то сделать В это последнее время Вы знаете Когда я увидел это Я думаю Господи Ведь на самом деле Мы часто забываем Вот так повезло В жизни Так хорошо Уже дети У меня двое внучек И я конечно Мог бы уже знаете Быть радостным Все жизнь состояла Все замечательно Но Господь говорит Посмотри Что сделала Исфир Она взяла пост Молитву И она переступила Страх Который парализовывал ее Если ты войдешь В царский дворец Без приглашения Царь может казнить тебя Она преодолела страх И она пошла И она стала ответом Для того времени Для той ситуации Своему народу Вы слышите друзья Когда я смотрю На эти вещи Мне вспоминается Знаете После 24 главы Матфея Идет 25 25 Как продолжение Как следующая серия Где Иисус Говорит такие потрясающие слова 25 глава После В последнем времени Он говорит А что делать В последнее время Верующим людям 25-31 Когда же придет Сын Человеческий Во славе своей И все святые ангелы С ним Тогда сядет На престоле Славы своей И соберутся Перед ним Все народы И отделит Он От них От других Как пастырь Отделяет Козлов От овец Поставит Овец По правую А козлов По левую Сторону Тогда скажет Тем Которые По правую Бредите Бредите Благословенные Отца Моего Наследуйте Царство Уготованное Вам От создания Мира Ибо Я Алкал И Вы Дали Мне Есть Жаждал И Вы Напоили Меня Был Странником И Вы Приняли Меня Был Нах И Вы Одели Меня Был Болен И Вы Посетили Меня В темнице Был И Вы Пришли Ко Мне Тогда Праведники Скажут Ему В ответ Господи Когда Мы Видели Тебя Алчущим И накормили Жаждущим И напоили Когда Мы Видели Тебя Странником И приняли Или Ногим И одели Когда Мы Видели Тебя Больным Или В темнице И пришли К Тебе И Царь Скажет Им В ответ Истинно Говорю Вам Так Как Вы Сделали Одному Из меньших Братьев Моих То Сделали Мне Тогда Скажет И тем Которые По левую Сторону Идите От Меня Проклятый В огонь Вечный Уготованный Дьяволу И ангелом Его Ибо Алкал Я Вы Не Дали Мне Есть Жаждал И Вы Не Напоили Меня Был Странником И Вы Не Приняли Меня Был Нах И Вы Не Одели Меня Был Болен И В темнице И Вы Не Посетили Меня Тогда Они Скажут В ответ Господи Когда Мы Видели Тебя Алчущим Когда Вы Видели Тебя Жаждущим Или Странником Или Нагим Или Больным Или В темнице И Не Послужили Тебе Тогда Скажет Им В ответ Истинно Говорю Вам Так Как Вы Не Сделали Этого Одному Из Сих Меньших То Вы Не Сделали Мне Когда Я Сегодня Углубляюсь В Это Откровение О Том Что Должен Я Делать В Последнее Время Что Должен Должна Делать Церковь Что Должны Делать Наши Братья И Се Се Когда Я Понимаю Что Это Не Случайно Сезон Который Сегодня Произошел В Украине Это Время Для Меня Активизироваться Подняться Забыть О себе Забыть На минуту Своё Царское Достоинство Закатить Рукава И Делать Все Что Только Возможно А порой И невозможно Чтобы Спасти Как Можно Больше Человеческих Душ Для Царства Божьего Для Этого Не Для Этого Ли Времени Ты Стала Царицей Сегодня Этот Голос Можно Кто-то Из Клавишников Будем Молиться Сейчас Чтобы Это Откровение Пропитало Сегодня Наши Сердца Не Для Этого Ли Времени Я Стал Человеком Свободным Благословенным Не Для Этого Ли Времени Господь Христианами В Синодальном Написано Они Себя Называли Но Более Современный Оригинальный Перевод Говорит Их Начали Называть Христианами Почему Потому что В каждом Из них Языческие Люди Видели Самого Христа Они Были Милосердны К больным Они Шли В тюрьмы Проповедовали Евангелие Они Кормили Голодных Они Перевязывали Раненых Они Были Как Сам Христос Поэтому Когда Они Проповедовали Своим Боге Вдруг Люди В толпе Окружающие Их Сказали Так Вы же И Есть Этот Спаситель Потому что Вы Делаете Те же Самые Вещи Что Делал Ваш Господь Вы понимаете Когда Придет Признание Церкви Когда Мы Будем Делать То Что Делал Наш Учитель Когда Придет Это Пробуждение Мы Молимся Часто И Говорим Господь Но Первый Постулат Веры Все Сверхъестественное Приходит Естественным Путем На Естественно Приготовленную Платформу Меня Научили Это В 90-х В библейской Школе Когда Я понимаю Что Царство Небесное Усилием Берется И Прилагающие Усилия Закатывающие Рукава Пашущие На Ниве Собирает Урожай Глупо Лежать И ждать Когда Кто-то Будет Что-то Делать Не для Имеем Это Царское Достоинство Это Сегодня Вопрос Никисфирь Это Вопрос Сегодня Ко мне И к тебе Не для Этого Ли Времени Господь Потрясает Этот Народ Эту Землю Чтобы Мы Как Церковь Активизировались И Собрали Последнюю Жатву Спасенных Людей Потому Что Дни Коротки Дни Коротки Их Осталось Так Мало Иисус При Дверях И нам Надо Всегда Жить В этом Ожидании Что Я Могу Сделать Для Тебя Господи Что Я Еще Не Сделал Но Могу Сделать Господь Пошли Меня Сделай Меня Ответом Для Этого Погибающего Мира Знаете Я вам Честно Скажу Сегодня В Украине Мы Смотря На все Эти Экономические Военные Передряги Имеем Потрясающую Возможность Когда За Миску Супа Которую Мы В четырех Местах Города Кормим Голодных Бомжей Людей Беженцев Из этих Зон Антитеррористической Операции Мы Даем Им Эту Миску Супа Горячего Супа Потому что Они Порою Выскочили Из своего Дома Забрав Только Паспорт И какую-то Переменку Нижнего Белья Они Приходят К нам В церковь И говорят Помогите Нам Мы Мы Знаем Что Вы Христиане Вы Вы Те Которые Сострадают Как Сам Христос Мы Слышали Что Вы Помогаете Помогите Нам И мы Конечно Очень Как бы Непросто Сегодня Самим Выжить В это Время Потому что Народ Обнищал Люди Перестают Получать Зарплаты Немизерные Ничтожные Пенсии Стипендии И нам Самим Очень Непросто Выжить Но Мы Стараемся Использовать Каждый шанс Каждую Возможность Чтобы в это Время Людям Принести Евангелие Они Открыты Для Христа Они Очень Многие Знаете Принимают Спасение Даже Не задумываясь Об этом Кто-то Сказал В падающем Лайнере Нет Ни одного Атеиста Когда Народ Падает Когда Поколение Когда Тьма Мрак И падение Народов Это Время Для того Чтобы Христиане Встали И сказали Это наш Сезон Мы возьмем Множество Человеческих Душ Для Бога Это то время О котором мы Молились И мечтали Это сейчас Мы достигли Царского Звания И статуса Чтобы стать Ответом Для погибающего Мира Я хочу сегодня Молиться Друзья Вместе с вами Чтобы Мое И ваше сердце Не отучнело Не окаменело Чтобы любовь Не угасла Чтобы первая любовь К Богу Еще больше Горела И зажигала Другие судьбы Других людей Потому что Если свеча не горит Она не может зажечь Другое Если свет Который в тебе Тьма То какова же тьма Если соль Перестанет быть соленой Она ни к чему Непригодна Как только быть Выброшенная На попрание Людям этого мира Вы город На вершине горы Вы свет Для ходящих Во тьме Вы Ответ Для этого мира Христос Говорил об этом Это время Сегодня для нас Задуматься И начать действовать Люди Чтущие Своего Бога Усилятся И будут Действовать Амин Давайте встанем На свои ноги Закрой свои глаза Подними руки К небу Скажи Господь Я благодарю Тебя За то Что Ты дал мне Все для моей жизни Я благодарю Тебя Что я спасен Что я искуплен Избавлен от рабства Грехов Ты зажег Внутри меня Этот свет И этот свет Уже никогда Не превратится Во тьму Господь Я в числе Тех людей Хочу быть Кто не охладеет В Твоей любви К Тебе Кто не охладеет Любви К ближнему Кто не охладеет К своему призванию И предназначению В теле Христовом Научи меня гореть Научи меня любить Научи меня ходить в огне Чтобы зажигать Другие жизни Отец Я нуждаюсь Тебе Я нуждаюсь Твоей Милости Боже Наполни меня Своей славой Наполни меня Своей силой Наполни меня Своим огнем Господь Аллилуйя Аллилуйя Я поклоняюсь Тебе Я величаю Твое имя Я превозношу его Выше всех имен Это мой сезон Это мое время Это моя жатва Это то ради чего Ты спас меня Оправдал Помиловал И сделал меня Носителем Твоего света Среди этого Темного Проклятого мира Благослови меня Мою жизнь Мое служение Благослови меня Во имя Иисуса Христа И Господь говорит В книге Откровений Ангелу Ефесской церкви Напиши так Держащий семь звезд В деснице Ходящий посреди Золотых светильников Знаю Твои дела Твой труд И терпение Это то Что Ты не можешь Сносить развратных И испытал тех Которые называют Себя апостолами Но они не таковы Нашел Что они лжецы Ты много переносил Ты имеешь терпение И для меня Много трудился И не изнемогал Это все Господь говорит В прошедшем времени Но сегодня Я имею против тебя То, что Ты Оставил первую любовь Свою Возвратись В это состояние Первой любви Для кого-то Господь сегодня Стучится в сердце И говорит Ты много делал Вчера Ты много делал Третьего дня Но Что сегодня С Твоим сердцем В каком состоянии Оно Какое качество Твоего Внутреннего Состояния Пред Богом Если Ты потерял Эту любовь Помолись прямо сейчас Скажи Господь Верни ее Закройте все Свои глаза Если кому-то нужно Сегодня Чтобы опять Огонь Возвратился на жертвенник Подними руки К небесам Скажи Господь Я хочу Чтобы огонь Опять Загорелся В моем сердце Чтобы опять Пришло Твое Помазание Возврати Меня В состояние Первой любви Без которой Я не хочу Быть религиозным Обманщиком Я отказываюсь Быть фарисеем Я отказываюсь Быть Человеком Знающим О Боге Я хочу Знать Тебя Я хочу Знать Тебя Лично Я хочу Гореть Твоим огнем И зажигать Судьбы Других Людей Потому что Ты Дашь Эту Великую Привилегию Спасать Взятых На смерть В это Последнее Время Ты Дашь Огонь Тем Кто Жаждет Тебя Кто Хочет Видеть Славу Твою Аллилуйя 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 Слава Тебе Господь Давайте просто петь Аллилуйя 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 Слава Тебе Господь Все вместе Аллилуйя 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Еще раз! Аллилуйя! Пой Ему! Бог ищет поклонников, поклоняющихся Ему в духе и в истине. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы любим Тебя, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Высшая слава только Ему, только Ему одному. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Друзья, может быть, сегодня кто-то впервые переступил порог Божьего дома, и ваше сердце еще не горит для Бога. Вы слышали о Нем, но вы не знаете Его. Это совершенно разное состояние сердца. Если есть сегодня люди, которые впервые пришли к Богу, или, может быть, люди, которые знали Бога, но отступили от Него. Это страшное состояние отступничества внутри, когда тебя совесть грызет, когда дьявол осуждает, ты знал Бога, но вернулся в свое болото греха. Послушай, нельзя уходить с этого места в таком состоянии. Мы сейчас будем молиться за вас. Если вы, может, потеряли эту первую любовь, придите ко Христу. Прямо сейчас склоните свои колени и сердца пред Ним. Он даст вам. Он не ставит крест на человеке. Он предваряет тебя в Галилее. Даже если ты оставил Его, Иисус ждет тебя. Закройте сейчас все свои глаза. И если есть такие люди, которые хотели бы покаяться, вернуться ко Христу, там, где вы стоите, поднимите свою руку к небу. Одну руку, правую руку к небу подними. Если ты сегодня нуждаешься в Нем, если ты хочешь, чтобы опять Его любовь коснулась тебя, если ты сегодня принимаешь это решение, посвятить свою жизнь Богу раз и навсегда. Грешить стыдно. Кается – это великая привилегия и счастье. Это великая милость Бога. Используй его сегодня. Потому что, может быть, этого больше никогда не будет возможности в твоей жизни. Сегодня день спасения. Сегодня Иисус стучится в твое сердце, в твою жизнь. Используй это. Господь, Ты видишь эти жизни. Ты видишь эти судьбы. Повтори за мной, скажи, Господь, я поклоняюсь только Тебе. Я нуждаюсь только в Тебе. Ты мой Господь и Спаситель. И у меня не будет другого Бога, кроме Тебя. Я отдаю свое сердце в Твои руки, Господь. Наполни меня славою Своей отныне и вовеки. Я Твое дитя, а Ты мой Спаситель. И я поклоняюсь Тебе всей своей жизнью. Ты мой Бог. Аминь. Аллилуйя. 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 Давайте споем. Богу нравится, когда мы славим Его. Когда мы поклоняемся. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Господь. Все вместе. Аллилуйя. Сердцем пой Ему. Сердцем пой. Жизнью пой. Всем естеством пой Ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь, за этот день, за это чудесное присутствие и Святой Дух, который с нами на этом месте. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам мир. Будьте благословены. Присядьте на несколько минут. Поздайте Богу славу. И с разрешения пастора Сергея я хотел бы показать вам ролик, который говорит о нашей работе в Днепропетровске. Как я говорил сегодня в проповеди, мы не теряем время зря. Мы знаем, что это может закончиться в любой момент, поэтому мы, знаете, как комбайнеры, которые сеяли, поливали, удобряли и ждали день жатвы. А когда пришла жатва, они даже круглосуточно работают, они пускают свои комбайны. Потом будем отдыхать, потом будем расслабляться. Сейчас жатва. Сейчас нельзя нам спать, когда другие люди спят. И, пожалуйста, посмотрите нашу работу. И я прошу вас, молитесь об Украине, молитесь, потому что сегодня нам нелегко. Но я знаю, что мы все преодолеем силою возлюбившего нас Христа. И Господь с нами, и церковь Он свою не оставит и не покинет. А мы среди тьмы только для того, чтобы спасать взятых на смерть. Аминь. Готов видео? Пожалуйста, включите. Субтитры сделал DimaTorzok Восточный регион страны сегодня в огне. Гибнут люди, бегут куда-нибудь, лишь бы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. Экономические и социальные программы страны сегодня в плачевном состоянии или вообще сворачиваются. Несмотря на тяжелую ситуацию, церковь Дверь в небо города Днепропетровска продолжает из всех своих возможностей помогать людям в беде. Для людей без определенного места жительства и малоимущих граждан в четырех районах города работают передвижные кухни с бесплатной раздачей горячей пищи. Желающим изменить свой образ жизни, церковь предлагает пройти курс реабилитации и социальной адаптации. Он предусматривает возможность получить свободу от наркотической и алкогольной зависимости и восстановиться в обществе, устроиться на работу, получить жилье и восстановить документы. Не прекращается служение в городских и областных медицинских учреждениях. Волонтеры церкви оказывают больным молитвенную и материальную помощь. Церковь также поддерживают заключенных в колониях, регулярно проводят богослужения. Заключенным помогают вещами, одеждой, средствами личной гигиены, духовной литературой. Ощущая на себе любовь и заботу христиан, заключенные каются и обращают свои сердца к Богу. Дети, чьи родители находятся в местах заключения, это еще одна сфера служения, которую церковь старается охватить. Христиане проводят праздники для таких детей, которые помогают им почувствовать, что они нужные и незабытые. На сегодняшний день церковь опекает 95 таких детей. Также церковь проявляет заботу к людям преклонного возраста, устраивает небольшие концерты, проповедует Божье Слово, раздает угощения, подарки и продовольственные пакеты. Служители постоянно навещают городской дом для престарелых людей и инвалидов. Опекают и помогают людям приобрести духовную семью. Одним словом, делают их жизнь счастливой, деятельной, наполненной Божьим миром и радостью. Служители также регулярно посещают детские дома города и области. Церковный кукольный театр доносит истину о Боге, его любви, о любви друг к другу, о послушании и о том, как вести себя в реальных жизненных ситуациях. При встрече служители всегда молятся за этих детей и стараются познакомить ребенка лично с Богом. Ей учат его общаться с ним. С недавнего времени церковь начала новое направление своего служения. Это помощь переселенцам и пострадавшим в зоне антитеррористической операции восточных регионов Украины. Беда пришла сразу к тысячам людей. Церковь не смогла остаться равнодушной. Первостепенно она оказывает душевную и духовную поддержку. По возможности оказывает материально-финансовую, дарит духовную литературу и рассказывает благую весть о Христе. Благодаря этому люди обретают надежду, что Господь не оставит их в скорбях и в жизненных испытаниях. Дорогие друзья, если есть у вас в сердце желание помочь нам в этих проектах, через которые спасается множество человеческих душ и умножается Царство Божье на земле, тогда Господь восполнит ваши нужды, по богатству своему благословит вас, ваши дома, семьи и ваш бизнес. Спасибо вам огромное за открытые сердца и за помощь Божьему народу на Украине. Божьему народу на Украине.